Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Иметь хороший шмот всегда приятно. Большой этом левел открывает много различных дверей. Можно быстрее рарников убивать, можно быстрее данжи проносить, можно быстрее сделать какую-нибудь ачивочку, как вариант. В этом видео покажу вам, как можно добыть 6 сильнейших предметов для персонажей максимального уровня. Начнём же. Первый предмет, который вы сразу же можете себе позволить, это колода картного луния. Бодрость, симбиоз, сияние, вознесение. Смотрим на бонус, смотрим на сколько они эффективны и, конечно же, покупаем. Довольно-таки дешёвая тринька. Я заменил недавно свою 535-ю на 577-ю. Таким образом, ДПС вырос. А на сколько? Можем глянуть в правом верхнем углу. 584-е плечи. Это второй предмет, которым мы можем себе позволить. Тратим 2600 кристаллов. Для того, чтобы купить теноплечники, нам потребуется 7-й уровень известности с советом Дарганала. Делаем все квестики на острове Дорн. Делаем локалочки. Таким образом, вылутываем нужную репутацию. 584-го этом левела шлем. Можно купить в гулких глубинах. Если у вас имеется 8-й реноун с ассамблеей глубин. 2600 кристаллов. В обмен на хайкгирную шапку. Ассамблея глубин. 8-й уровень. Для получения 4-й вещицы, 571-й шеи, нам потребуется всего лишь 5-й уровень известности с аратитой на сводье. В тот момент, когда мы получаем это реноун, летим по координатам, которые вот на экране. Покажу даже это местечко на карте. И будет квест. Делаем пару-тройку квестов. Дропаем 3 трутницы. И таким образом мы получаем ожерелье. Также в дальнейшем эту шею мы будем улучшать. На 11-м уровне будет улучшение вплоть до 584-го этом левела. А в тот момент, когда мы получим уровень известности 22, эта шея вырастет до 597-го. Имея 7-й уровень известности у аратитой на сводье, можно купить нагрудник 584-го этом левела за 2600 кристаллов. У интенданта от фракции отрезанные нити можно купить секретарь нерубских феромонов. Аксессуар, который будет расти по этом левелу, как и ожерелье у аратитой на сводье. Но я так посидел-подумал в процессе обработки видосика, зачем вам этот секретарь, если уже имеется карта? Если, конечно, хочется, окей. Можно купить этот секретарь, ставить в него ароматы, нужно пролететь по координатам и за кеджи купить эти ароматы, которые дают вторичные статы. Координаты я, конечно, закину в описании к видосику, но лучше пользуйтесь картой. Этот секретарь вам ни к чему. Закупив абсолютно все эпики, можно, конечно, сразу их экипировать. Но если у вас имеется сет прошлого дополнения, примерно 520-го этом левела, то стоит задуматься. Порой сетовый эффект лучше, чем просто самые обычные эпические предметы более высшего этом левела. У меня сетовые предметы 528-го этом левела. Я реально хочу это все сравнить, хочу посмотреть, получу ли я какой-то прирост, если я экипирую шапку, нагрудник, перчатки и какие-нибудь крафтовые ножки. Я там ковал, сейчас вытащу и все это просимим, все это посмотрим. Команда симк вводится в чат и после этого мы извлекаем код персонажа, идем на сайт raidbots. Можем ознакомиться с отчетом. Я не вижу абсолютно никаких изменений в своем шмоте. Получается, мне ничего не нужно менять? Окей, 528-е вещица до сих пор идеальна и до сих пор можно гонять с ними и выдавать хороший урон. Вопрос довольно-таки интересный. А до какого времени я вообще буду ходить с этими вещами? Пока не дропну 600-е? Окей. Шея с тремя сокетами с украшением до сих пор сильна. Она лучше, чем 571-я. Ну что ж, ладно, я посимился, я увидел абсолютно все. А если бы я поменял вещицы, то потерял бы 4% урона. Думайте, стоит ли вам менять вещицы или нет? На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.